В одном волшебном фэнтезийном царстве извечными были трое. Ужасный дракон, несущий погибель всему живому в этом мире. Великий герой, восставший из мёртвых после того, как дракон похитил его сердце. Буквально взял, скушал и улетел, дискать, ищи меня, отгоняй. И третьей была так называемая пешка нашего героя. Загадочный персонаж, пришедший на помощь восставшему из другого мира. Сам, не ведущий, как он тут оказался и что было до этого, но чётко осознающий одно. Он должен помочь герою встретить свою судьбу и спасти мир. Всё остальное могло быть разным. Но в каждое время и в каждую эпоху были свои дракон, восставший герой и его пешка. И в начале этой истории тоже. А в конце, пройдя все испытания и разыскав дракона, герой, как и многие поколения до него, предстаёт перед выбором. Пожертвовать тем, кого любит изгнать дракона и без риска смерти стать правителем этих земель, либо одолеть дракона, отсрочив неизбежное повторение этой истории. Но позже. И разбираться с этой проблемой уже нужно будет какому-то другому герою. В первом случае, на самом деле, всё тоже так или иначе обречено повториться, просто ещё позже. Весь этот цикл и называется догмой дракона. Кто так придумал? Можно ли найти какое-то другое решение и, например, разорвать петлю? Почему в логотипе игры нет заслуженной двойки? Об этом всё мы сегодня не говорим, потому что спойлеры, да и вопросы такие, хоть отдельный ролик посвящай. Но для тех, кто в теме, ответы на эти вопросы, конечно же, повлияют на итоговую оценку игры, будьте уверены. Для остальных я знаю, что это козлиный мув, втихую добавлять балл игре, не объясняя причину, но обзор сегодня играем на моих правилах, так что можете считать это своеобразным джокером от меня в пользу игре, о котором я напомню чуть позже. В общем, я посвятил ей больше 70 часов, NG+, к сожалению, не пробежал, а на релизе ещё и нельзя было рестартовать игру, и это не связано, но просто к слову о важном. Хотя первым же патчем это и исправили, отсутствие такой базовой функции на релизе — это, конечно, лажа. Пусть и концептуально закреплённая лажа. Для тех, кто играл в первую часть Dragon's Dogma, на экране уже скорее всего видно и ясно, что тут да как. Для остальных давайте базовых штрихов накидаю. Это ролевая игра, но ещё и слэшер, ну или, чтобы не докопаться, игра с нон-таргет-боёвкой. Хотя, как по мне, все вот эти кромсай на квадрат, подкинь в воздух и проведи суперудар очень даже тянут по жанру. Приёмов, в том числе отдающих той же DMC, богато, но брать можно только по 4. При этом на выбор по штук 10 на каждый класс, коих тут 9 и ещё один секретный. Короче, приёмов под сотню. Классы эти играются очень по-разному. Сбалансированный боец со щитом с ним всё ясно. Шустрый и проворный вор, которого в этой части отлучили от лучничества, всё ещё главный дэмэж-дилер партии. Лучники — единственные, кто может на действительно большом расстоянии одной снайперской стрелой сшибить врага, прежде чем он вообще увидит нашу команду. Волшебники — самые уязвимые члены отряда, кастуют долго, но, во-первых, магией, а значит, есть доступ к системе уязвимости врагов к различным элементам, а, во-вторых, смертоносно, бо урона вносят до жопы. Есть ещё несколько комбинированных классов, среди которых отдельно отмечу новенького ленсера, который управляется с обоюдоострым копьём и в целом очень напоминает драгунов из финалки. И Уэйферера, или, как его у нас перевели, Ратника. Секретный класс, который совмещает в себе вообще все остальные профессии, но при этом может использовать лишь три активных навыка на все девять доступных ему класса, постоянно переключая оружка. Буквально мастер на все руки. Прокачка классов идёт при их использовании в битвах, точно как в Final Fantasy Tactics. Да и в целом, кстати, игра очень геймплейно схожа с финалкой, только последней, шестнадцатой. Те же несколько приёмчиков на смену, несколько классов, по сути, и слэшерная механика. И времени на прохождение требует столько же, блин. Киллер фиши первой игры, разумеется, на месте. Врагов можно хватать, швырять или держать прижатыми к земле. При этом не защищён никто. Ни живые, ни мёртвые, ни предметы окружения, ни друзья, ни враги, ни мимо крокодилища и неписи, ни миленький кролик, ни маленькие дети, но этого мы делать, конечно же, не будем, мы же не чудовище, должны быть границы. Но когда вас задолбает одно и то же играющее и денно и ночь на трактирное музло, вы можете встать из-за стойки, поблагодарить бармена и вежливо попросить барда перестать. Под конец игры только воскресить его не забудьте, мы же не чудовище. Короче, всё, что не прикручено к уровню, может быть запущено в морду врага или вниз с обрыва. Это круто. На крупненьких боссов, как и прежде, разрешается вскарабкиваться и лупасить по самым нежным местам. И, к слову, вот эта мадам, по трейлерам придававшая игре чувство повышенной масштабности, на самом деле выполняет здесь совершенно другую роль, хотя тщетную попытку подраться с ней предпринять разрешается. Большей частью боссы перекочевали сюда пряменько из прошлой игры, из новеньких запомнились разве что Медуза Гаргона и вот этот привет Shadow of the Colossus. Но такие примеры гигантизма здесь достаточно редки. Происходит всё это действо в открытом мире, которое лишь поначалу кажется кишкообразным и не таким уж открытым. Далее раскрывается, что для изучения игроку отданы две обширнейшие локации страны и ещё несколько мелких придатков к ним. И тут тебе и поля, и луга, и горы, и пустынные земли, и всё это скрафчено руками, потому что видно, как бережно разрабы рассовывали секретки за кочками на труднодоступных скалах, на которые сначала вообще не кажется возможным влезть, но и в подземельях, разумеется. То есть глобально, игромеханически, Dragon's Dogma очень похожа на то, как авторы Elden Ring не так давно играли с концепцией открытого мира. Если поискать аналогию поближе, нужно вспомнить и серию Monster Hunter от Capcom. Крупные боссы с кучей механик — это наследие оттуда. Но справедливость ради там всего всех понемножку понатырили. Большая карта полна таинств, точек интереса. Это могут быть какие-то подземелья или храмы, но о них мы сейчас ещё поговорим. Может быть необычная встреча с тем же Сфинксом, который будет загадывать игроку свои шизанутые загадки. А может встретиться и целый необычный эльфийский город, который запросто можно пропустить, если забить на эксплоринг. И там все говорят на свои непонятные нашему герою Квеньи, а чтобы их понимать, нужна пешка со специальным навыком, который тоже ещё надо где-то дораздобыть. Многим не по душе это шарахание по карте и прорубание в поисках чего-то любопытного через, да, достаточно однотипный бестиарий из гоблинов, гарпий и нежити разных подвидов. Я же нахожу этот процесс достаточно медитативным и сам по себе, плюс, как правило, вознаграждающим. Это всегда такой сетап перед чем-то прикольным. Изучение возможностей мира поощряется интересными игровыми ситуациями, а сама боевая система скроена достаточно крепко и разнообразно благодаря и пешкам, и системе классов с кучей приёмов, чтобы не отбить охоту до приключений. Экспериментировать с тактикой ведения боя тоже прикольно вообще-то. Ну и распенка пошла. Местный динжиниринг, кстати, мне очень зашёл. Каждый раз появляется ощущение приключения и интрига. Кто же поселился здесь, найду ли я какую-нибудь приколюху? Может какая-то квестовая штука, а может более мощная пушка, ну или просто интересный боссфайт в конце. А ещё это же ощущение приключения и даже скорее путешествия с братюнями, как в Final Fantasy XV, у меня вызывают местные точки отдыха, где можно разбить временный лагерь и передохнуть. Это нужно, чтобы восполнить запас максимального здоровья, который неумолимо тлеет перед болючими тычками вместе с ХП. Здесь такая система. Но ещё и для того, чтобы получить временный баф сытости. Собранное мяско с животных здесь разрешается приготовить и скушать, и как же разработчики посмаковали этот момент, записали на натуре несколько футажей того, как в таймлапсе жарят настоящее мясо. Не к вегетарианскому или постному столу будет сказано, но выглядит максимально аппетитно, но и уютно. Действительно приземляет этот героический эпос, да мы с ребятками собрались на стейки. Класс. Ну и раз я обмолвился про обширный мир, большому миру требуется фасттревел, и здесь он реализован наш в двух ипостасиях. Первое — камни перемещения. Они могут, собственно, перенести игрока в точку, где есть камень возврата. При этом некоторые из них стоят в городах изначально, а ещё можно найти и поставить такой вообще на любой точке карты под открытым небом, и получить возможность перемещаться в любое время именно туда. Это фича из первой игры, кстати. Второй вариант — это повозки, которые ежедневно курсируют из пункта А в пункт Б, за них нужно заплатить пару местных шекелей, а там садимся в повозку и уходим на полчаса на ютубчик ждать, пока она докатится. Шутка. Можно просто задремать на отдельную кнопку, и тогда время промотается сразу до прибытия. Или до рейда. Повозки частенько подвергаются нападениям, и если не отбить его вовремя, саму повозку или запряжённого вала могут оттовокнуть, и тогда оставшуюся часть пути придётся шкандыбать пешком. Помимо лутинга и переживания вот этого ощущения приключения, причин для путешествий по миру глобально две — квесты и или развитие сюжетов. Понятно, что все квесты в мире так или иначе сводятся к формуле «принеси-подай», «придумайте, как сделать иначе», но поданы здесь они почти всегда изобретательно и вознаграждающе. Протащи гнома до источников, потому что ты можешь таскать всё, что хочешь. Прокрадись в замок за какими-то уликами, потому что у тебя есть стелсовые навыки вора. Проследи за сделкой монашки с каким-то уголовником, потому что, ну, ты можешь ходить. Квесты и вообще любые сюжетные или побочно-сюжетные события ролевого характера, то есть в них есть разные исходы, тут разыгрываются двумя методами. Через принятие решения в диалоге или через действие, при этом второго гораздо больше. Два чувака спорят на улице и дело доходит до драки. Причина — отстоять честь. Ты можешь вмешаться и утихомирить их, а можешь ничего не делать, и они сами порешают всё между собой. То есть, если игра механически, ты можешь разрулить какое-то дело, немаловероятно, что есть и предписаны к этой механике сценарии. Ещё один пример. В игре есть камни воскрешения. Если помер, тратишь один, воскресаешь на том же месте в полном здравии и идёшь мстить. Так вот, эти же камни можно использовать и на убитых NPC, при этом для них в каждом большом городе устроены целые крипты. Вот туда можно прийти и воскресить убитого по квесту чудака, и квестовая цепочка разыграется дальше, предлагая найти и покарать обидчика. Одно, что все эти тропки, разумеется, заранее прописаны, и частенько моя выдумка в итоге разыгрывалась примерно никак. То есть, нужно либо угадывать намерения разработчиков методом тыка, либо выгугливать, но в этом мало фана. А ещё многим квестам не достаёт каких-то дополнительных инструкций. Например, в том же упомянутом выше квесте, где я воскресил зверолюдку Надинью, говорится, что её подруга была обвинена в убийстве и уже отправлена в тюрячку. Соответственно, надо её найти и передать ей весть, что подруга живая. На карте никаких пометок о том, где тюрьма, изначально нет, но я нахожу её сам. Наматываю 10 кругов по всем камерам в этой тюрьме, её нигде нет. Обошёл весь город, мало ли она сама сбежала и тусит уже где-нибудь. Нету вообще нигде. Иду гуглить, и оказывается, что её отправили не просто в тюрячку, а на каторгу вообще на другом полуострове. Догадаться до этого было нельзя, но можно просто найти её позже, когда отправишься туда по другим делам. Что можно было бы сделать? Дать нашей пешке одну дополнительную реплику с догадкой о том, куда её отправили на самом деле. Они и так болтливые, то нельзя, картинку бы не испортило. Из-за этого раза три точно я на полчаса или больше терялся, обнюхивая каждый пиксель в попытке допонять, что именно от меня требуется. Тем не менее, все придуманные, но не испробованные варианты развития этих историй приятно будоражат воображение во время прохождения. В этих попытках радикально изменить предначертанную судьбу глобально, как мне кажется, и есть вся игра. Но это уже реплика из выводов, а у нас тут ещё одна суперважная фича. У каждого Аризона есть лишь одна своя собственная пешка. Он её как будто бы воображает в специальном детализированном редакторе персонажа, и она предстаёт перед ним, готовая во всём помогать. Как и в первой игре, пешки являются частью населения этого царства, а пешки других игроков вполне себе регулярно будут встречаться в вашем игровом мире. Путешествуют они через так называемые камни разлома, чьи ошмётки обильно разбросаны по всей карте, но также наличствуют в каждом большом городе. Через них же в эти самые разломы можно влезть и игроку. Внутри сразу начинают толпиться чужие помощнички подходящего уровня, можно поискать конкретных пешек по айдишнику или каким-то иным критериям, и отдельно вынесена менюшка призыва пешек ваших друзей. Система найма такая. Максимум две пешки сверхосновной, то есть партия максимум из четырёх персонажей, включая главного героя. Чем выше уровень пешки относительно нашего, тем больше специальной валюты кристаллов разлома она будет стоить. В свою очередь пешки ваших друзей всегда бесплатные, независимо от уровня, поэтому проходить игру параллельно с друзьями выгодно, но кстати не только поэтому. Путешествуя с игроком, чужие пешки не могут прокачаться в уровне, ваша может, однако все они могут и будут получать знания о мире, которыми потом будут охотно делиться с другими игроками. Нашли новый сундук, надо рассказать своему хозяину. Отыскали редкий ресурс, надо запомнить и потом показать. Правильно сразили сильного соперника, надо не забыть сообщить тактику битвы другим игрокам. Прикольная система, поддаёт этим пешкам живости, но и создаёт ощущение контакта с другими восставшими из других миров. Плюс через пешек можно помочь другим игрокам и типа материально подогнать хорошего эквипа или выдать какой-то редкий расходник, или нерасходник, или нередкий, можно даже квестовые предметы отдать. Ну и ещё лайкосик можно влепить. И этому видео, кстати, тоже можно. И вот теперь, разобравшись с тем, как за парой исключений работает вообще-то первая Драгонс Догма, Приветствую вас на stopgame.ru, меня зовут Ян Грибович, и давайте поговорим о том, что же не так, а затем и что так, с Драгонс Догма 2. Вы в замешательстве? Так и должно быть, я чувствовал себя точно так же. Джокера с начала ролика это вот этот момент. Игра удивит тех, кто пройдёт её, так скажем, первую часть и откроет для себя поразительное второе дно. Но уже, словом более, и спойлер, который я вам обещал не раскрывать, и раскрывать не надо будет. Поверьте, этот путь стоит того, чтобы пройти его самостоятельно. По правде говоря, вторая часть отличается от первой не так уж и сильно. Для фанатов это хорошо, для хейтеров, конечно же, не очень, но как есть. И главное различие, помимо обстоятельств, в которых разыгрывается извечная история, и оно само лезет в глаза, это графон и технические решения. Игра переехала на прелестнейший RE Engine, который появился во времена 7 Resident Evil, и с тех пор не обходил практически ни один большой релиз Capcom. Пять последних резиков, пятая Devil May Cry, шестая Street Fighter, кстати, последняя показывала какие-никакие открытые пространства, но и они были, откровенно говоря, потехнически скудненькие. Ну и ближайший родственник догмы Monster Hunter Rise, но там, судя по видосам и скриншотам, с красотами природы всё было не ахти. Здесь же ситуация получается очень двоякая. Окружение, по сути, живописное, ну типа фактическое сочетание гор, водопадов, деревьев вокруг, но выглядит при этом, особенно на далёкие дистанции, как-то голенько и бедно, особенно в динамике. И странно, что в статике всё сразу же становится приятнее глазу, а при всём этом, как только я добрался до пустынных биомов, этот минус сразу же превратился в плюс, и всё стало выглядеть более чем пристойно. Казалось бы, да? В пустынной биоме пустынном. Клоузапы в катсценах выглядят шикарно, всё детализировано, лица проработанная, одежда тоже, но при этом же говорящие головы из диалогов — это мрак. Рот открывается не в попад, лицевая мимика не совпадает с произносимыми гласными, и особенно проблемное это выглядит, когда лицо говорящего тычется тебе в экран, как в случае со сфинксом. Какой-то уровень PS2, честно говоря. Ещё странное — в игре есть трассировка лучей. В целом, свет играется нормально, без изысков, но норм. Но что за беда с этими гуляющими тенями? Если кто знает, как это решается, скажите и мне, пожалуйста. Ну и раз десять за прохождение я натыкался на вылеты, зависания и окошки крэш-репортов. Чаще всего они были связаны со взаимодействием с интерфейсом и сохранением внутри них. Лазишь в менюшках или карте — и виснешь. И это, конечно, проблема, но всякий раз, когда я уже топнув в сердцах, предвкушал муторное переделывание всех настроек героя, перезапускал игру, а всё, как я и планировал, на месте. В смысле, сейв происходил на мгновение раньше, чем крэш, и при загрузке ничего не откатывалось, и я мог играть дальше. А загрузки при этом у игры на SSD сверхсветовые, и в итоге мне даже позлиться особо не получалось на игру. Хоть паузы делал. А вот с чего я реально побомбил, так это с микротранзакции в игре. А точнее, с их проблемности в интернете. Как говорится, мои самые лёгкие 20 баксов в жизни. Смотрите. Это список всех покупок внутриигровых предметов. Кристаллы разлома, за которые можно нанимать пешек более высокого уровня. Сыпятся за каждый найденный камень разлома, выбиваются из призраков, находятся в сундуках, пассивно капают за счёт путешествий вашей пешки в других мирах, и чтоб вы понимали, вот сколько их у меня на момент написания обзора, а я ими постоянно пользовался. Камни возрождения, ну это полезный предмет. Тоже можно купить, и в отличие от остальных ресурсов, для него есть специальный локатор, который показывает все камни вокруг. Его можно и найти, и купить. Я в итоге даже дарил парочку друзьям. Что ещё? Книжка изменения внешности. Продается за копейки, но да, там была проблема, что продавалась она только единожды, но разработчики пофиксили это в первом же патче, вместе с опцией новой игры. Ключи для побега из тюрьмы лежат в самой камере тюрьмы и продаются. Начальный эквип для разбивки лагеря находится у первой же точки с лагерем. И продаётся, плюс это далеко не лучшая палатка за игру. Короче, херня, а не микротранзакции. В попе болит от людей, занижающих игре оценку за это. Обыкновеннейшая таймсейвинг опция для богатеев. Не играть в игру, а получить вещи за реал. Возможность есть, необходимости нету. В общем, смешно, что из-за этого оценка игры на релизе в Steam упала до в основном негативных, и уже позже стала вычищаться от ревью бомберов. Впрочем, была на то и ещё одна куда более веская причина, с которой, правда, мне встретиться посчастливилось не. Оптимизация. Очень многие жалуются на невыносимо проседающие кадрики, и особенно в городах. Вплоть до того, что люди открывают треды на Reddit о том, каких NPC лучше убить, чтобы хоть немножечко разгрузить процессор. Мне повезло, и насколько мне известно, игрокам на PS5 тоже. Лично этих проблем не встретил, только в самых суровых заварухах с кучей свистоперделок терял какое-то количество кадров. В остальном, плавность. Но не верить кучу негодующего народа у меня причин нет. Я практически ничего не рассказал про сюжет игры, хотя по большому счёту именно то, как в этот раз выкручивается вот эта циклическая догма дракона, и есть самое вкусное, что есть в сиквеле. И я потрогал лишь парочку исходов за одно прохождение. Некоторые случайно, некоторые нарочно, но после прохождения и запуска новой игры Плюс есть стойкое ощущение, что интересных выворотов у этой истории припасено ещё очень немало. И даже на уровне приземлённых квестов я уже сталкивался с ситуациями, где по завершении миссии какая-нибудь пешка мне говорила «Ну и дела, а у нас в мире всё совсем по-другому было». Или где я сам принимал какое-то решение и видел результат, который явно можно было предусмотреть и переиначить. Например, убить или спрятать какого-то важного NPC и посмотреть, как история пойдёт в его отсутствие, ведь игра это позволяет. Любопытно, как много в ней зашиты выдумок, поддерживающих такие вот необычные решения. Это как если бы я изначально владел сценарием игры и мог Аки Заправский Алан Уэйк менять его по своей воле. А ещё и романсе здесь позволяется любого из 500 плюс заранее продуманных NPC. Всё, что может говорить и может принимать подарки, потенциально ваша пассия. И для некоторых из них придуманы даже специальные катсцены. If you know what I mean. Но и в отрыве от сюжета я потратил десятки часов просто в путешествии, в сыром, так сказать, геймплее, без конкретной задачи. Просто лазая по горам, блуждая по лесам и подземельям, в поисках новых приключений и секретов, которых разработчики понатыкали в свой мир от души. Потому что боёвка приятная и очень разнообразная, а битвы с боссами действительно захватывающие и регулярно на износ. Все пешки упали, аптечки кончаются и ты пытаешься взять ситуацию под контроль. Я постарался попробовать как можно больше классов за прохождение, но некоторые до сих пор тайно и интересно, а как сильно отличается геймплей, скажем, за мистического лучника. В прошлой игре это был самый крутой класс на мой вкус. Короче, и это интересно. А ещё интересно оставить после себя какое-то наследие, если можно так выразиться. Пешка, которую я взрастил, лабу, ладел и обучил премудростям некоторых классов, останется в игре навсегда. Или пока кэпка мне закроет сервера. И моя игровая альтернативная интерпретация моей кошки, Рин, даже после окончания моей игры останется там и будет помогать своими знаниями и навыками другим восставшим исполнить их судьбу. Есть во всём этом какое-то тёплое чувство ненапрасности, как в Кодзимовских мостах. Кому-то пригодится. Так что вот вам игровой кодик, покажите Ринке мир, который она ещё не видела, а она вам поможет, чем сумеет. Игре же я, совершенно довольный всем, ставлю похвально с плюсом, потому что прекрасно осознаю, как и жанры, квестовые решения, и постоянная дрочь с мобами, и однотипные данжи, штуки очень на любителя, и многих могут задолбать. Зато сохранили систему веса предметов, загруз влияет на скорость движения и атаки, и как и прежде, пешки готовы с этим помочь, и даже сами вызываются, если замечают у игрока перегруз. Развили систему крафта всяких зелий, стрел и прочего. Прокачка оружия и брони, то есть кузнечная выделка, теперь в ассортименте. И, например, улучшение оружия у эльфов даст больше магического урона и снизит вес, а у песчаных кочевников добавят кучу урона физического, но вес предмета повысит. Влияние времени суток на происходящее стало выше. Одни квесты требуют явиться ночью, другие — утром. Разумеется, есть масса способов перематывать время. А третьи и вовсе предлагают различные исходы в зависимости от скорости исполнения. К слову, можно самому создавать квесты для других игроков в награду, предлагая что-то из своих пожитков. Например, попросить завалить циклопа в компании своей пешки, или попросить какой-то предмет взамен своего. Игры с физикой тоже левелапнули. Можно заманить врага на деревянный мост и обрубить канаты, тогда он рухнет вниз и разобьется. А можно выманить, например, циклопа к обрыву, и тот будет пытаться удержаться, а нам останется только пощекотать ему пяточки. А как вам возможность создать практически точную копию абсолютно любого предмета, включая квестовые, в лавке подделок? Большинство NPC поведутся, но телепортировать домой такой камушек не сможет. Вы скажете, глупый Ян хвалится тем, как его надурили, а я скажу, это офигенно. Или вот, представьте, что заходите в игру спустя неделю и даже примерно не помните, что от вас требуется в каком-то квесте. Не беда, просто позолотите ручку Оракулу, и она даст вам подсказку, которая иногда буквально прямое указание к действию, но всё равно полезна. И как же было охрененно круто, когда после победы в очередном сражении я увидел, как Ринка вытянула руку в бок, я подошёл, и мой персонаж отбил ей пятюню. Это был момент, после которого я на самом деле полюбил эту игру. А таких мелочей, только за которые уже можно влюбиться в Dragon's Dogma 2, здесь сотни, и чёрт знает, сколько ещё сообщество отыщет на протяжении лет изучения. Это действительно очень похоже на ММО, целый мир, созданный лишь для тебя одного, избранного, восставшего, героя, который непременно спасёт всех. То есть, если бы это была оценка в личной беседе, Яна Грибовича в вакууме, я бы ходил и со слюнями всем рекомендовал попробовать Dragon's Dogma 2. Слишком необычная штука, чтобы пропускать. Но трезво глядя на проблемные места и несовременность многих реализованных здесь решений, ставить в ишак не получается. Надо править. Но что они сделали с Джокером моментом? Это просто отвал всего! Гениально! Судоврально! 10 из 10. Нет, 2 из 1. Вот так.